Аутогенная тренировка номер 2. Уравновешенность и устойчивость к стрессу. Сон это единственное состояние нашего организма, когда он отдыхает, расслабляет. Сон. И насколько сон важен в жизни для человека. Но начнем нашу тему с цитаты афоризма Наполеона. Наполеон спит 4 часа. Наполеон спит 4 часа. Старики 5. Солдаты 6. Женщины 7. Мужчины 8. А 9 спят только больные. Старики 5 часов. Солдаты 6 часов. Женщины 7. А мужчины 8. А больные спят 9 часов и больше. К больным также или же подрастающим можно отнести детей, которые младенцы спят как кошки почти 20 часов. А сон подростка, чтобы у него было нормальное гормональное развитие, должен составлять от 9 часов. Сколько времени каждый из вас спит в день? А, Наполеон. Он спал в сутки всего 4 часа. Мороз и солнце. День чудесный. И вот после прогулки в зимнем лесу на лыжах мы с вами возвращаемся домой. И кто-то у камина... Наполеон мог управлять своим временем. Или же просто отдохнувший и переключивший внимание с эмоциональной и ментальной умственной работой. Медленный глубокий вдох и медленный глубокий вылет. На физическую культуру, на основе движения и замедленного дыхания мы с вами готовимся ко сну. И вот наш сегодня с вами разговор пройдет про сон. И насколько сон важен в жизни для человека. Самое сражение, когда взрыв, грохот пушки. Наполеон сказал, я ложусь на шкуру медведя и сейчас усну на 10 минут. И командование дает генералу. Сон Наполеона, он мог управлять своим временем напряженнейшей ситуацией сражения, грохота, взрыва, орудий, стрельбы. Ложился на шкуру медведя и говорил, я усну на 10 минут и проснусь. Наполеон ложится на шкуру медведя. На 10 минут он засыпает. И через 10 минут он встает полностью, восстановился и принял командование. Уравновешенность и устойчивость к стрессу. Этот сеанс прослушивается после неоднократной отработки первого сеанса. И многие великие люди, они спали мало времени. Маргарита Тэтчер, Уинстон Черчилль. Уинстон Черчилль спал по следующему распорядку. Ложился в 3 часа ночи, просыпался в 8 утра. Итого спал по 5 часов в сутки. Гай Юлий Цезарь. Сон это единственное состояние нашего организма, когда он отдыхает, расслабляется. Организм усилен и многие-многие другие, такие как Тесла. Никола Тесла. Гениальный ученый, изобретатель, физик и волшебник Никола Тесла спал всего по 2-3 часа в день. Но эти люди все равно страдали хроническим недосыпом. Гонардо да Винчо, его сон составлял всего 12 минут. Но это, как сегодня называют, многофазный. Через каждые 2 часа он засыпал на 15-20 минут, что составляло в сутки всего 2 часа. И 20 часов он работал. Леонардо да Винчо, гений, изобретатель, художник, исследователь, инженер. Леонардо да Винчо спал в день суммарно час-полтора. Но на самом деле вопрос не сна, а времени. А какой сон? А сон, может быть, медленный сон? Когда у нас с вами дельта волны. И когда мы засыпаем. Но ученые потом установили, что, оказывается, есть парадоксальный сон. Этот сон возникает буквально через час, а может быть, через 2-1,5, когда человек уснул. Когда человек спит, его тело расслаблено. И если поднять руку вот так у спящего человека, рука падает расслабленно. Как правило, он переворачивается сбоку на бок. У него тело максимально расслабляется, обмикает глубокая мышечная релаксация. И в этот момент мозг, это просто парадокс, начинает работать на высоких частотах. Бета-1, бета-2, а у кого-то гамма. И вот это уже состояние сновидения. Это открытие ресурсов подсознания. Аудитория, как думаете, можно ли заниматься нашей психикой? И есть ли какие-то эффективные упражнения, то есть методы психологического саморазвития? И нужны ли они вообще человеку? Думаю, что наверняка есть. Мы начинаем с настройки. Попробуем сконцентрировать наше внимание, наше сознание, в данном случае на свечке. Там, где внимание, там, где сознание, там сила и энергия. Первое. Вот в этой жизни очень важно принять удобную позу. Мысленно, своим воображением представили, что вы сидите у камина. Этим управляет центральная нервная система мозг. Антистрессовые упражнения, вдохнули животом, вдохнули грудью, вдохнули головой. И вот я еще раз хочу приветствовать центральную нервную систему. Лос-Анджелес, на проводе с нами. Максим, Индия, Чандигар, Хоровиш. Он управляет. Цезарь, Польша, Станислав, Москвы. Нашей питательной системой. Пердечно-сосудистой. Кардио-васкулар. И пищеварительной системой. И дегетация. Центральная нервная система. Также наш мозг управляет нашей памятью и нашим образным воображением творческим потенциалом. In the same way, our central nervous system controls our memory, our visualization, our cravings. Периферическая нервная система. Also peripheral nervous system. Это двигательные нервы, которые направляются по мышцам. Поперечно-полосатая мускулатура мышц. И гладкая мускулатура внутренних органов. And the smooth muscles of internal organs. Центральная нервная система, мозг, получает информацию. Central nervous system, receive information. Эта информация принимается и расшифровывает. That this information is being accepted and encoded. Дальше эта информация в виде сигналов направляется во внутренние органы. Further down this information travels down to our organs. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok